Александр Сергеевич, начнем, пожалуй, с того, о чем пишут сейчас все мировые новости. В Британии, а теперь уже не только в Британии, более 100 случаев заболевания гепатитами детей, неизвестные теологии, но появились мнения, что причиной стал аденовирус. Что думаете вы, чем это может быть вызвано, и стоит ли нам опасаться этой, пока непонятной болезни? Существует где-то 6, наверное, теорий, чем вызвано это заболевание, поскольку и в Соединенных Штатах уже есть, и в Великом Британии 170 случаев. Но на первом месте стоит аденовирус, что все-таки причиной является аденовирус. Называют его аденовирус 41 типа. Следующее объяснение, что, возможно, мутировавший аденовирус. То есть пока все вокруг аденовируса. Стоит ли нам? Ну, в России нет. В России нет. И пока это ограничивается европейскими странами, Израиль и Соединенные Штаты Америки. Но в Беларуси, соответственно, тоже. Ну, конечно, да. В Беларуси нет этого. Мы наблюдаем, отслеживаем ситуацию. Это в начале апреля. Только было в Шотландии, по-моему, 10 случаев было выявлено. Вот на сегодняшний день, на вчерашний, это уже больше 170 случаев. Так что наблюдаем, посмотрим и будем выдавать рекомендации. Насколько в Беларуси оснащена всем необходимым для мониторинга, для соответствующих реакций на подобные или какие-то такие случаи? Мы находимся в лаборатории. У нас несколько таких лабораторий максимального класса биологической безопасности. По международной классификации это уровень П3, П4. То есть здесь речь идет о том, что в таких лабораториях должны быть все отработаны современные технологии, оборудование на тот случай работы с инфекциями сегодняшними и завтрашними. Это в свое время еще генеральный директор ВОЗ заявил, что лабораторий много, их можно много создавать, но ведущие национальные центры должны быть оснащены по последнему слову. Потому что мы не знаем, какие свойства у нового возбудителя. Александр Сергеевич, должны быть оснащены и оснащены. Здесь, в нашем центре эпидемиологии, мы оснащены? Да. Мы оснащены, это где-то, наверное, третье поколение наших лабораторий. Мы работаем с особо опасными инфекциями, а особо опасная инфекция – это высший уровень защиты. Соответственно, работать с другими патогенами, менее патогенными, ну, можно в таких лабораториях. Поэтому мы всегда следили, следим, государство занимается очень честно этим вопросом. И мы действительно имеем эту лабораторию, в которой все есть эти технологии. То есть, возможность создания диагностических препаратов, своевременной индикации, как мы говорим, идентификации. Почему я это спрашиваю? То есть, мы в Беларуси, ну, вы и ваши коллеги, вы способны диагностировать любой вирус, который сегодня есть или может быть. Абсолютно. Неважно, с какой страны он приехал, какого он происхождения и так далее. Ну, это очень важно. Да, да. Нет, вы совершенно правы. Я просто часто упоминаю эту фразу, но она истинная, эта фраза, рекомендованная Всемирной Родицей Здравоохранения, что фиктивный контроль сегодня возможен только при выполнении трех условий. Первое – это понимание приоритетности проблемы контроля инфекции на уровне правительства. Второе – это работа специалистов, то есть оборудование, технологии. А третий обязательный элемент – формирование позитивного отношения населения к этой проблеме. Ну, вы видите, первое – это правительство. И оно у нас всегда этому вопросу во всякие времена уделяло большое внимание. У нас никогда не было проблем с вакцинами, с доставкой. То есть, что бы ни случилось, мы все это организовали. У нас всегда выделялись деньги и оборудование для развития этих вот таких лабораторий, чтобы был центр, который может решать задачи и сегодняшние, и завтрашние. Мы в центре Европы. Миграционные потоки людей с запада на восток, с востока на запад. Миграционные потоки с севера на юг. Миграционные потоки птиц, которые в Африку летят и назад. Это все проходит через Белоруссию. Поэтому мы заинтересованы и мы знаем, что наша территория может быть подвержена любому агенту биологическому. И экзотическому, и внутреннему, и так далее. Поэтому это сложилась система, которая понимается на уровне правительства и специалистов. Мне, как гражданину, важно понимать, что в моей стране есть специалисты, есть необходимые оборудования, есть необходимые препараты для того, чтобы, в принципе, распознать любой вирус. Ну, а, соответственно, раз уже распознали, понимать, что с ним дальше делать. Да, совершенно верно. Коль уже упомянули о том, что мы не только на пересечении потоков миграции людей, ну, наверное, не столько миграции, сколько перемещений людей. Но на пересечении потоков миграции теперь уже птицы. Опять же, из последних новостей мировых, в Китае зарегистрировано случай птичьего гриппа H3N8. H3N8. Да. Пока случай единичный. Ну, мы помним, как начинался коронавирус, тоже с единичного случая. На ваш взгляд, таит ли это какую-то опасность этот случай? Или же это такая штука, на которую можно, в принципе, реагировать спокойно? Нет. Следить надо за всеми инфекциями и за любым возбудителем. Да, на сегодняшний день это единичный. И первый случай. Это первая особенность. Второе – то, что у человека, там, ребенок четырех лет. Третье – почему настороженность определенная. Есть подозрение, что этот возбудитель, именно этот вирус вызвал пандемию сто лет назад. В 1889 году была одна пандемия, и следующая – в 1890 году. Именно вот этот – H3N8. Доказать это трудно, но предположение такое есть. Так что, исходя из этих трех вещей, надо следить, надо знать, надо наблюдать. В этих лабораториях, где мы находимся, я так понимаю, способны распознать этот… Абсолютно, абсолютно, абсолютно. Если он появится. Конечно, конечно. Просто любая неизвестная инфекция или заведомо известная, особо опасная инфекция, она исследуется в этих лабораториях, прежде всего, которые оснащены и готовы к такой работе, круглосуточной. Какой сейчас самый опасный вирус вот здесь у вас есть на лабораториях? Ну, у нас вирус, самый опасный в мире считается вирус Эбола, геморрагической лихорадки Эбола. Потом идет вирус Ласса, Марбург, Мачупа, целый аспект. Ну, вот так, по патогенности считается вирус Эбола первый. Здесь вот он едет теперь? Нет, здесь уфа нет. Есть та пробирочка, которую можно случайно открыть? Нет, нет, нет. Ну, система борьбы и система организации работы, она уже больше ста лет тоже существует. Здесь создаются условия, когда вирус полностью изолируется от исследователя. Соответственно, и помещения распределены, и требования к этим помещениям. Ну, кстати, это объяснение. Ну, вы понимаете, да, это я сценарий какого-то фантастического фильма, как там были, как сотрудник лаборатории случайно или не случайно взял пробирочку с каким-то вирусом и стал выражать всему миру. У нас и здесь это невозможно, как и так далее. Нет, система, конечно, построена так, чтобы учет осуществлялся, хранение осуществлялось. У нас целая система защиты. Например, вот мы с вами в лаборатории находимся, но в эту лабораторию попадут только сотрудники этой лаборатории. Сотрудники других не попадают. Но даже и в помещение этой лаборатории не все попадают сотрудники, а только те, которые имеют допуск определенный. Это все зафиксировано в пропусках. Я понял, система внутри отработана. Да. Давайте поговорим о вирусе, с которым мы уже знакомы. Уже несколько лет коронавирус. Уже раз с разными формами мы тоже познакомились. Последнее – это омикрон. Что сегодня? Вы видите, мы одинаково развиваемся с Европой. Похоже на Европу. Ну, понятно. Границы прозрачны для микробов, поэтому мы обмениваемся и все. Значит, у нас сегодня 83% выделенных вирусов – это омикрон второго типа, стелс. Первого типа – B1 – 16%. В дельте нет уже. То есть штаммы меняются, уходят какие-то и заполняют нишу те, которые распространяются быстрее, которые легче распространяются. Но они, с другой стороны, и менее патогенные. Люди болеют меньше. В стационарных условиях нет необходимости всех. Совершенно нет. Поэтому у нас, как во всей Европе… То есть сейчас у нас омикрон. Омикрон, причем больше всего стелс. На Ваш взгляд, какие прогнозы, что будет дальше? Какая-то форма еще появится, чего ожидать? Или стоит все-таки уже как-то выдохнуть по поводу прогноза? Прогноз в области инфекции – это неблагодарное дело. Любой область неблагодарный? Нет. Вот прогноз в области инфекции именно… В погоде еще неблагодарнее. Вот, вот мы к погоде подойдем. Развитие инфекции не подчиняется линейным закономерностям. Линейным. Это значит, что есть какие-то факторы, которые мы не знаем, которые могут повлиять. А есть факторы, которые мы знаем, но мы не знаем, как они будут влиять. Вот вы сказали о погоде. Вот и все. Эпидемия зависит от погоды очень. Вы можете предсказать погоду? На три дня могут предсказать. А на месяц – это уже 50-50. 50 на 50. А это очень сильно зависит. Поэтому мы не можем… Мы приблизительно знаем, что после зимы бывает весна, после весны – лета. Но как оно… Получается применительно к коронавирусу, пусть даже, вы говорите, этот омикрон и его разновидность стелс – не такая опасная, да? Ну, для организма, да. Да, и далее. Но вместе с тем, выдыхать, как я вот сказал, пока не получается. И расслабляться тоже. Расслабляться ни в коем случае, да. Или мы вообще с этим уже будем жить всегда? Ну, насчет всегда надежды умирает последней, что называется. Но хуже не будет, если мы будем и маски те же самые носить, для тех же самых респираторных, для того же гриппа. Ведь в большой степени тяжесть гриппа была уменьшена, благодаря тому, что мы применяли при короне те технологии, которые нужны были. Карантин, маски, обработки рук, пациентов изолировали всегда. То есть боролись с коронавирусом? Совершенно верно. А это… Проказательные… Это те же самые, те же самые. И мы приучали этому, приучали молодых людей, приучали детей. Поэтому здесь… Но, к сожалению, мы не знаем, как дальше будет развиваться. И на ваш вопрос отвечаю, что большинство специалистов считают, что штаммы еще будут новые выявляться. Поэтому меры надо поддерживать, соблюдать и наблюдать дальше. Поэтому здесь расслабляться еще рано. А вакцинация? Вакцинация. Ну, вы знаете… Большой процент белорусов уже привиты. Да. Стоит, я так понимаю, продолжать стать. Конечно. 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 Просто вы понимаете, когда начинали работу только с короны, вообще было подозрение, что вообще иммунитет не формируется. Там такая иммунная амназия возникает. Потом все-таки, благодаря исследованиям, опыт уже показали, что все-таки антитела образуются. То есть формируется гуморальный иммунитет. Однозначно формируется клеточный иммунитет. И сейчас выводы простые. Люди, переболевшие, то есть получившие заражение и естественным образом выработали антитела, и люди вакцинированные, имеют необходимый защитный титр антител. И вот эти две группы, переболевших и вакцинированных, они формируют так называемый коллективный иммунитет. То есть население в целом становится более защищенным. И самое главное тут, ведь дело в том, что не все люди могут быть вообще в принципе вакцинированы. Они могут заболеть. Но когда создается иммунитет, когда из 10 человек 6, 7, 8 человек привиты, плюс еще переболели сколько-то, то это значит, что ниша для вот этого человека, который не может быть защищен, она сужается, и он защищает. Уменьшивая ракция заболеваний. Абсолютно верно. А вакцины успевают за штаммами или это не важно? Концепция вакцинации такова, что в организме ничего не пропадает. То есть если человек вакцинировался, то у него уже остаются какие-то антитела. У него остается какая-то память иммунологическая, которая позволит выработать защиту против того или иного штамма. Поэтому мы и болеем меньше. Просто в организмах уже выработан этот иммунитет, который и позволяет новые варианты тоже обходить и защищаться от них. Поэтому вакцинация однозначно. Да, плюс еще мы ведь не знаем действительно, как дальше будут развиваться события. Мы не знаем, может быть, это будет сезонная инфекция, как при гриппе. Но при гриппе мы ведь обошли эту ситуацию. Да, мы прививаемся каждый год. Состав вакцин известен. Уже сейчас известен состав вакцин на следующий сезон. И технология отрабатывается. И вакцины разрабатываются. Так что эффект есть. Белорусская вакцина. Она пока проходит стадии своей определенной. То есть сам кандидат выработан, найден, охарактеризован. Сейчас идет приклиническое испытание. Что же ответственность высокая надо на контингентах проверить. Качество должно быть проверено. Проверено на больших массах. И тщательно проверено, чтобы не было последствий отдаленных. Поэтому идет процесс параллельно. Статистика раковых заболеваний говорит о том, что за время, когда у нас начался коронавирус, примерно на 10 тысяч в год в случае с 50 с чем-то, до 40 с большим, уменьшилась заболеваемость раком, всех видов причем. И многие связывают это с тем, что приписывают, во всяком случае, коронавирусу какие-то свойства, которые борются с раковыми клетками. Что думаете по этому поводу? В отношении респираторных инфекций, когда доминирует одна инфекция, основная, то действительно остальные инфекции утихают немного. Население может заболеть определенным набором и объемом инфекционных заболеваний. Если организм борется с основной инфекцией, то по другим здесь уже мало остается ресурсов и свободных ниш для организма, для других заболеваний. Я думаю, что и онкологические заболевания относятся к той же самой группе, потому что здесь ведь и заболевание само, и вакцинация вызывают крупную перестройку организма. Крупную, иммунологически. Да, вы же видите, влияют на слух, на зрение, неврологию и так далее. То есть это серьезная встряска. И, по-видимому, эта встряска такова, что какие-то механизмы, они не позволили развиваться тому, что развивалось бы при нормальных условиях. То есть организм работает в условиях стресса. То есть взаимосвязь четкая, она не выявлена? Нет, специалисты занимаются, но это трудно доказать сразу. Потому что коронавирус каким-то образом снижает заболеваемость раком и влияет на развитие рака. Да, конечно, конечно. Это все может быть, потому что, ну, вы знаете, меньше стали курить, руки все обрабатывают. Это же все тоже влияет на рак, онкологические заболевания, связанные с желудочно-кишечной системой, другие вещи. То есть тут все может влиять. И то, что мы сейчас все-таки благодаря коронавирусу приучаем людей думать о своем здоровье, что не рассчитывать только на государство, но правильно питайтесь, правильно ведите образ жизни, физическую активность. Избегайте ненужных контактов, избегайте, ну, наверное, каких-то впитаний, перееданий или еще других вещей. Не курите. Ведь была в свое время версия, что курение, оно уменьшает. Ничего подобного. То есть коронавирус нас встряхнул и сказал о том, что давайте больше думать о своем здоровье. Государство думает, специалисты думают, но, пожалуйста, думайте сами тоже. И приучайте детей. Так что это все безусловно действует. Коронавирус живет с человеком, человек живет с коронавирусом. Мы как бы привыкаем друг к другу, притираемся. Ну, уже познакомились. Кто здесь важнее? Такой философский вопрос, на самом деле. Ну, философский вопрос можно двумя цифрами назвать и станет ясно. Микробы существует 4 миллиарда лет, а человечество 350 тысяч лет. В человеческом организме масса вирусных, бактериальных компонентов. И клеток вирусных и бактериальных больше, чем человеческих. По крайней мере, в человеке масса 70 килограмм, в абсолютных цифрах содержится 2,5-3 килограмма микробов. Так что вопрос ваш, кто в ком живет, надо еще подумать. Или мы, человечество, живем в этих 4 миллиарда существующих бактериях. И в организме нашем тоже самое. Потому что ведь не все микроорганизмы вредны. Они масса, которая вырабатывает ферменты, гормоны, и мы без них просто бы пропали. Мы должны жить с микробами в равновесном состоянии. Мы, конечно, не должны допускать патогенных, высоко патогенных возбудителей, которые чреваты летальным уже исходом. Но в остальных отношениях это не означает, что нужно просто уничтожать и так далее. Надо просто знать природу этих возбудителей и максимально их использовать. Ну, то же самое, знаете, дисбактериоз. Если слепо использовать массу антибиотиков, не думая ни о чем никак, потом начинаешь работать по проблеме лечения кишечника, организма. Я почему это спросил? Важно, на мой взгляд, понимать, что мы люди, мы тоже часть природы. Абсолютно. И мы живем тоже по закону природы, хотя многим из нас скажется, что мы уже повелеваем природу. Абсолютно. Это абсолютно не так. Абсолютно. И та самая природа нам периодически об этом напоминает. Конечно, конечно. Разница между черепахой трехсотлетней, деревом трехсотлетним, бабочкой-однодневкой только в одном. Период развития и все. А все это биологические объекты, подчиняющиеся абсолютно тем же самым законам. Мы должны понимать, что мы являемся частью природы, и поэтому, если мы хотим реально воздействовать на инфекцию в данном случае, мы должны знать эти законы развития и не придумывать какие-то искусственные, они все равно не будут работать. Это тоже один из уроков, широкого урока такого, полученного в результате коронавирусной инфекции. Мы должны жить в мире и в равновесном состоянии с микробами. Александр Александрович, вам и вашим коллегам успехов в изучении всех этих процессов, потому как от этого зависит наше здоровье и долголетие, и вообще качество жизни? Однозначно известно, это просто доказано, что чем выше образование, тем здоровее человек. Чем лучше питание, тем здоровее человек. Хорошее питание обеспечит порой такую же пользу, как вакцинация хорошая. И это все урок, который говорит, что здоровый, интеллигентный человек, он будет противостоять этим инфекциям. Потому что инфекции все равно были, есть и будут. На протяжении 4 миллиардов у возбудителей выработался механизм, и он будет заполнять эти ниши. Мы всегда контролировали ситуацию, контролировали ситуацию, развивали технологии, которые были адекватны, изменяющие ситуации. Этот настрой сохраняется, и в стране он поддерживается. И мы знаем, что делать сегодня, завтра и даже послезавтра. Продолжение следует...